Утром приехал в садик, детей отвезли. Звонок поступил от Амита Досун. Приехали к Кайдеру говорить. Люди вооруженные, в масках. Я оставил детей и приехал тут же сюда. Приехал, увидел своими глазами в гараже. Караж в доме. Подошел, следователи вышли, перчатки, что-то в поисках чего-то ищут. Ну, я в ответ спрашиваю, в чем дело, что вы ищете. Вам он все расскажет сам, оказывается. Я говорю, вы, наверное, попутали, никуда приехали, может быть. Стояли, ждали. Я хотел зайти, не впускают. Вот, ждем стоим. Потом оттуда они вышли из гаража во двор. Во дворе второй гараж. Там искать. А что искали, не в курсе? Что искали, не в курсе. Какие-то понятые двое, вообще левые, никогда не видел я их. Якобы как. Я хотел во двор зайти, тоже не пускаю. И матери плохо стало, вызвали в гору. На всякий случай давление. Скажите, а кем вы приходите с ним? Ну, мы уже с детства дружим. И Айдером вместе, везде. Как брат, братья. Что вы можете сказать об этой семье, об Айдере? Могу сказать то, что даже намека не могло быть. У меня сомнения, что что-то... Какое-то неправомерное действие, или еще что-то. Даже... Ну, не только я, наверное, на этой улице, на этой поле знаю. Но совесть чиста и... Даже я представить себе не мог, что... Один прекрасный день мы будем стоять вот здесь и наблюдать вот эту картину, которая... Как во сне, я не знаю. Что хотят, то творят. Уедут, а за ними последствия... Не знаю, матери плохо станет. Кто будет отвечать? Я слышал, скорая приезжала. Скорую вызвали, у матери давление поднялось за 200. Они говорили, все нормально. Вызвали на всякий случай, все может быть. Вот сейчас стоим, ждем опять уже. К часу. Вот они с утра. С шести, по-моему, если я не ошибаюсь. Вот уже час дня почти. Не выходят, дома сидят. Аллах разовался. Продолжение следует... Субтитры создавал DimaTorzok